Церемония награждения детей-героев в Совете Федерации России стала уже традицией. Проходит она шестой год подряд. 20 юных и отважных рабецов. Среди них школьник из Дагестана Муслим Далгатов, который спас друга, рискуя собственной жизнью. Подробности героического поступка у Зумруд Гамидовой. Неосторожная прогулка обернулась в тот день для ребят трагедии. Друзья Муслим и Умар шли за мороженым, проходили мимо высокого речного берега. Конечно, родители предупреждали, что подходить близко к обрыву опасно, но любопытство победило. На самом краю мальчик поскользнулся и полетел вниз. Муслим попытался его удержать, но сил не хватило, и он полетел следом. Дети упали в реку, но школьник, рискуя своей жизнью, помог выбраться из 70-метрового обрыва своему другу. Мы двое были без сознания, я от холода проснулся в себя, по сторонам смотрю, вижу его одежды. Туда иду, рукой хотел его вытащить. Смотрю, рука сломана, и кость вышла. Я тогда другой рукой его вытащил в берег, и тогда мы увидели тропинку. И мы туда шли, шли, шли. Находясь в шоковом состоянии, с открытыми травмами, Муслим сумел преодолеть больше километра и добраться до дороги. К счастью, там их заметил проезжающий мимо полицейский, который отвез их в больницу. В один миг из обычного мальчика он превратился в настоящего героя. Теперь Муслима знает вся страна. За проявленное мужество и отвагу он удостоился награды от Совета Федерации. Медалью за мужество в спасении и благодарностью директора Росгвардии награждается Долгатов Муслим. На вопросы смельчак отвечает скромно. Говорит, что любой бы так поступил на его месте. В семье Юсупа и Айна Долгатовых пятеро детей. По словам родителей, он всегда выделялся среди остальных. На редкость самостоятельный и не позволяет говорить с ним, как с ребенком. Он у меня такой смешленый, шустрый, честно говоря. И такими поступками, наверное, можно было ожидать от него. Потому что у меня характер такой боевой. Было, честно говоря, страшно. То, что случай у меня такой произошел. Благодаря Аллаху, что они остались живы, честно говоря. По ступкам внука гордится и бабушка. Но говорит, что он был ожидаем. Мальчик растет отзывчивым и всегда готов прийти на помощь. Я не удивляюсь этим, потому что до этого тоже в семье он себя, свой характер показывал, какой он насчет этого смелый. Как он вот это вытерпел все, боль, сломанная рука, ходьба. И не пикнул же ни разу, даже в больнице тоже, как это, не плакал. К своей славе муслим относится весьма скромно, стесняется. Себя героем не считает. Говорит, что в голове была одна мысль – спасти друга. Сумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Казбековский район.